Ребята, вы знаете, что моё самое умное решение было, это купить пятёрку. Потому что вы видели цены на запчасти иностранных производителей. Ребята, всем здарова, Саныч, на связи вас всех. Очень рад приветствовать у себя на канале. Вот такой вот ролик в ТикТоке попался, в принципе, да, ребята. Не всё чаечки, которые клянчат, типа, купи мне Мерседес, айфончик, там, БМВ-чику, там, и так далее, там, да. Купи мне вертолётом. Вот, пожалуйста, практичная чаечка, купила себе жигу-пятёрку, как бы, и в ус не дует, да, запчасти копейки. Ну, нету-ка этого комфорта, блин. Но, в теории, машина-то средство передвижения. Ребята, это очень приятно, когда чаечки осознают, как бы, что, ну, сложная экономическая ситуация, допустим, там, мужчина сейчас не потянет. А вообще лучше я сама куплю без мужчины, как бы, пускай пятёрочка, ну, своя, как бы, ребята. Вообще, как бы, у меня, любимый мой советский автопром, это девятка, ребята, как бы, не знаю. Она, во-первых, такая уже была более молодёжного такого кузова, как бы, она такая была, ну, знаете, девяносто девятки, это было вообще, как бы, там, зубило, да. Вообще, это был Мерседес, можно сказать, да. Она такая по салону уже такая более-менее просторная, как бы, и пулила она так нормально, когда на газ нажимаешь, особенно 1,5, да. Вот, а если экспортная 1,6, так там вообще просто было, там, охренеть, да. Ребята, такие вот дела, пишите, что из советского автопрома нравится вам.